всем привет дорогие друзья с вами red fox и мы снова в total war вархаммер как вам анонсик от total war кто еще не видел на своем официальном канале total war транслирует по сути свой сайт total war.com на котором запущен обратный отсчет и завтра вечером уже похоже там никаких объяснений нет но судя по всему объявят релиз ну так сказать нет не релизу просто объявит какая следующая серия total war будет пока все бьются в догадках вообще судя по оформлению по местности которая там изображена какие-то влажные джунгли звуки из них что-то мне кажется что либо это какая-то до римлян автонтичность хотя вряд ли где там джунгли в африке что ли либо может быть это индейцы центральной америки южной причем до прихода европейцев потому что обещали total war что эпоха будет который еще не затрагивали ну и европейцы уже были empire total war а вот может быть это будут майя и прочие сами по себе в общем непонятно много вопросов и осталось подождать чуть больше дня интересно что же нас ждет в будущем вряд ли она скоро выйдет эта часть но будем надеяться ждать не очень долго и так вот давайте построим башню заклинательницы ну сопротивление скверни на все провинции плюс 2 только тут полезно остальное ерунда ну и 50 чести вроде как ну и главная ачивка за это полагается вроде бы мы выиграли при водопадном чертоге пехоты не осталось вообще кавалерия тоже не то чтобы себя прям замечательно чувствует и у нас явно нет сил чтобы валить дуртху вместе с наковальней надо будет отходить и восстанавливаться паладины мои ходили да и никого не убили на где еще один он умер что ли я забыл о господи еще четыре хода отдыхает лошара но мы пропускаем ход чем делать дуртху не знает чего бы ему оборонять бакада армии неудача геральдика паровона изучилась можно его законфедератить своими агентами заводали уже так портные возведены теперь склад мне не нужен да и тут мрамор есть так ну тут пока ничего так наковальню он бросил но мы не сможем ее штурмануть с другой стороны может быть мы можем подержать ее в осаде вот этой армии а вторую армию пока быстренько тут пополним на границе мне тогда смысл есть альбериком ее держать в осаде а вторую армию поставить на пополнение ну что давайте объединение бритонии пойдем ой вот не знаю если осадить альбериком а вторую армию пополнить за несколько ходов в 23 и пригнать на помощь это нормально можем даже штурмануть в принципе можно и подержать пока они там сдохнут но если я оставлю тут одного альберика второй отведу до пополнения дуртху вполне может на нас наехать мы один раз отступим в том у нас догонит и все капец альберику элитным войскам с другой стороны если он испугается и будешь еще сидеть там то это как раз он потеряет одно поселение мы особо ничего не потеряем или отойти обеими армиями просто пополнится эти наверное отойдем двумя и пополним их всех быстро оперативно таким али ага отошли дайте мы можем так вон туда сейчас тирейки грёбаные тут так нанимать никого не будем герои джунайта бритония паладина бритония десенда ну что убьешь кого-нибудь то в конце концов ладно я понял зверолюзы эти скачущие туда-сюда как полоумные не воюющие даже с эльфами хоть бы пограбили их мне кого-то убили по моему что такое там произошло о империя тут закрепилась неудача жестокое дело урон оружием падение на войска успех трудное убийство неудача вклад снос завершён а блин поролон я смотрел думаю где мой мрамор а тут то нет никакого мрамора тут можно кстати выстроить фермы вместо этого поля или вот у меня и так там стоимость найма снизить еще а давайте построим поля построим ветряную мельницу потом мельницу снесем вместо мельницы построим себе еще бонус к лошадям да именно так мы и сделаем так где-то склад построился вот тут портных максимум вот вы посмотрите бритонии и лесные эльфы взяли и помирились мои союзники помирились с моими врагами просто вот у меня за спиной ничего норм что-то дуртху потерял половину даже того что у него было странно странно шансы все хуже давай в армию блин на марш это ёпперный театр забыл отменить чем нам этот марш так ты давай лагерем наполнение ну двумя армиями мы развалим одно из поселений которое будет без защиты дурки а если он останется тут так вот без всех то мы с его защиты развалим так что пока на наших границах все спокойно можно пошалить паравон я думаю надо наверное брать к себе кстати вот и пехотка давайте конфедератик паравон наверное толку от него никакого и вы за это еще наверное мне заплатите ну а вы думали у вас вашу армию содержать умеренные шансы а вот так ладно чё вы приняли ребятки отлично бретония марьенбург 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 не не защищайте марьенбург пусть его разрушит и я возьму его себе так вы гномы задолбали вассалы которые меня терпеть не могут не хотят со мной торговать это наглость по моему так вас я не хочу с гномами воюете империю я тоже не хочу куда-нибудь посылать у нее и так там много территории и проблем так мы получили целиком провинцию паравон о у нас тут так дом каменщика хорошо фармакопея фармакопия рост скорость восполнения о кстати скорость восполнения это тема сейчас блин в квинели мне была бы эта тема а я еще не снес давайте подождем пока сносить нам надо пополнить войска теперь это одна провинция вот неплохо но все долговато так а еще у нас тут королевский зверинец оружейная и королевские казармы это же практически все что нам надо вот этот только в режиме марша блин ничего не может по деньгам минус 600 этих ребят распускать или оставить полноценная армия можно бросить ее на штурм на ковальне точнее нет штурм они явно не смогут сделать на штурме боюсь их помножат на ноль но они могут взять в осаду и держать но я хотел вот эти армии пополнить в том числе и численно у меня будет плюс один лорд пятнадцатого пять отрядов свободных ой вот не знаю можно пополнить эти армии и распустить остаток чтобы они у меня не висели на балансе или просто пустить ее осаждать наковальню а этими армиями восстановиться и двумя пойти на чертоги фендола но у меня на все про все при таким при таком раскладе есть четыре восемь девять ходов получается до банкрот девять ходов осада идет дольше осада идет дольше ладно давай отдай мне войска немножко отдай мне наверное пару лучников ну и ополченцев с древковым оружием правда против эльфов они ну так себе ну пусть будут ну пусть будут так сюда отдай кавалерию взять или пехоту значит кавалерию наверное возьмем а этих всех по домам я был 11 уровня мужик блин можно было ему все это отдать да надо было ему все это отдать а ее отправить домой ну ладно и пропускаем ход да а забыл указ с порядком у нас пока все нормально пока тут все стоят а с другой стороны что мне на строительство что ли ставить нафиг оно нужно давайте на контроль чтобы не париться глядишь скоро мы и расправимся с эльфами расправиться бы с их агентами уже задолбали кавалерию на все обзглядом темный лавч лунный дисциплина казна минус делать ничего ну в принципе мы можем себе позволить поднять дисциплина хотя на три хода ничего не будем делать оборзел да блин где вторая ну еще ход точно ждем а может и два ри 2 так тут портных тут пока подождем гномы вы чё не делаете вообще ничего не делают чего не заселяют руины вот мне интересно а тут зверолюды приперлись таки спящей бретонии может они их выгонят оттуда пора бы пять войны хаоса поперлись просто смотрите какая толпа агентов скоро и орды припрутся полная неудача получи урод жаль не убили паладин лошара рассчитывать урона сквозь доспехи восстановить здоровье и сопротивление физическому урону и урон давайте на лечение возьмем я все забываю всем эти пользоваться только ну что еще один ход точно ждем да хотя вот этих можно и послать или можно подождать давайте подождем один ход прокасоне избыток но мы ничего не можем сюда построить этом башня то построится один ход пока я восстанавливаю свою армию эльфы там тоже вовсю этим же самым занимаются хорошо только что у них меньше поселений становится но блин у них еще два полноценных айти подождем один ход бы наверняка хороший о вон они осякина чем какая-то слабая недобитая но это наверняка только приманка за ней стоит нам пара полный хорд как пидать вольфенбург надеюсь со стенами а то у талабхайма что-то империя скопилась там конечно удобно обороняться так бритония тыгнала от маринбурга келлингов учет у нее не армия какие-то я уж продумал мне альберик убил а это потому что ни хрена себе вот это норм убиваете лорда у которого куча кавалерии цена за кавалерию становится космической и противник падает в ноль денег у меня нет денег назначить кого-то другого айси это нормально так минус 97 все равно я что-то не увидел путь фил и ачивку даже во всем этом так вот тут портные сносим лад да это даст мне денег каких никаких как раз профит с и войска не пополнились мы еще и потеряемся вот уроды а ну давайте еще один ход подождем я могу кстати зеленого рыцаря проливать я про это забываю все время можно взять чтоб он дуртху напинывал или приберечь вот для этого вот смотрите как я и говорил армия вроде бы не добитков а за ней два полных стека ну что в империи проблемы но пока у них проблемы мне надо добить лесных эльфов да нормально меня обанкрутили ничего не скажешь можно взять на вооружение было бы ну если бы компьютер все это волновало вот уж у них проблем с деньгами не бывает ну и да вот и архаон и вот она мы не хватало вера щупальца хаоса тянутся на юг ладно все мы это слышали уже много раз кто там один сертера эль появился а потому что уже остальные орды хаоса по пути империю лали так ну сейчас то она не пуста казна вы серьезно блин вы потеряли опять столько народу на одном гребаном герое за один ход не доходим давайте пойдем так чтоб лагерем встать можно взять в грабеж встать думаешь честь минус два ноль почему ноль давайте попробуем попробуем кхолик сенсиед ну да сразу легендарные лорды повылазили во всех стэках зигвальд олик и наверное архаон там один сиротараэль черти где но он скоро придет надо закончить с лесными эльфами к этому времени опять он получил уровень значит у него что-то получилось сделать что за фигня вот мало того что у них шанс выполнить гадость намного больше чем у моих я когда играл за эльфов я знаю но это вроде бы ладно еще диверсанты все дела почему шанс их убить у меня такой плохой точнее он даже не такой уж и плохой 40% персонаж убит опять лорда да ты обордел и опять у меня в минус все деньги но у меня вот кто и у меня нет день и чего нормально в долг у меня тысячи дохода не вот а потому что все есть ревущие стада вам приправить они не воюют с эльфами что это за ревущие стада о нормалек там да да ты серьезно ты не дошел что за фигня то ты доходишь вон с желтеньким как меня бесит этот лес эльфийский а можно прямо в режиме налета погиб почему 0 доходов то я не пойму орион там машет палка я слышу стражи пути и драконы ничего себе жиры за не будет о 1271 стало вдруг а я в водопадном чертоге стоял что ли с нулем то тогда понятно извиняюсь тупил немножко о нормально там вольфенбург там и имперских немало сил опа 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 хауст получил по мордасам и как получил и посмотрите карл франц по ходу там дерется как волк блин вот это что за фигня то так а скеллинги выиграли не скеллинги варги рейхс маршал бред бертольд господи пистелян инженер бальтазар гельт да император карл франц тут собственной персоной защищал вольфенбург и запинал сколько три орды хаоса вообще в нули ну почти бежали только легендарные лорды если их добить то все постройки их орды пропадут будут заново собирать но их никто не догонит потому что тут еще есть уроды империя дерется просто как лев вот это что за фигня вот это что за фигня что за фигня это что за фигня но с Неплохо грабим. Вы защищаете одно поселение, я иду к другому. Все просто. Надо, блин, еще армию нанимать, но не на что. Уполнение потерь тут сносить, что ли, или оставить. Так, вот. Соляной колодец. Блин, эльфов защищает только их лес. Только лес. Еще арда хаоса. И, похоже, они победили, нет? Вы задолбали своей толпой героев-то? Сколько можно? О, да неужели? Надо же. Повоевать-то не хотите, а? Вот. Мои вассалы. Я зову их на войну. Им наплевать. Они сидят на жопе ровно дома. Сказное убийство успех. Ты оборзел? Блакодарми успех. Нападение войска полная неудача. Кого они убили, я не понял. Моего паладина, лошару. А кого замедлили? Вот этого заблокировали. Я думаю, что так. Я думаю, что так. Да, блин, я готов потерять обе эти армии даже. Черт с ними, я новых наберу. Главное развалить вам тут все постройки. Отстроить на доход или поставить пока оставить, пока пополнение потерь-то. Потому что пополняться мне только здесь, выходить сюда. Рогатые, вы ни с кем не воюете. Вот эти воюют только с гномами, блин, и Бритонией. Давайте воевать с эльфами. Вы же их не любите. Да, они не очень на диалог-то идут. Так, империя собралась и отстояла Вольфенбург. Так, что-то там сломали. Тилеи, что ли? Вы стали, точнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, а почему он один-то? Я же специальных рядом ставил. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. А что за местность? Редколесье. Редколесье. Ну, отошел он вообще не туда, куда надо. И теперь там сдохнет. Редколесье. 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 Мне не сильно мешали. Банкротили, правда, два раза. Но только из-за них, из-за леса я не смог дойти до их поселения и его осадить. Зла не хватает. Не хватает зла. И армии, стоя достаточно близко друг к другу, оказались вдруг не в радиусе поддержки. И этот радиус я никак не могу оценить. В принципе, нет ни значка, ни ничего не показывает, будут они вместе сражаться или не будут. Потому что зона их, которая обводится на карте, она показывает, где не может враг пройти. И она не равна той же зоне подкрепления. Ну вот и что тут? Лес и лес. Отвратительная карта. Другой стороны, их лучником тут будет проблема стрелять. Летучих сюда. У вас же преимущество против крупных... Да, борьба с крупными целями. Отлично. Будете драконов ловить. Вы противопехотные, пойдете в обход, зайдете в тыл. Увы, не знаю. Посмотрим по ходу пьесы. Попады, собирается! Опять, и готовы! Редак, и готовы! Мы боремся за бритония! Редактор! Терпен. Поговоримся! Опять, идти! Безда, иди! Попады, плеведеры! Служи! Редактор! Редактор! Продолжение следует... Так, магия не сработала, в дерево попал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну-ка тихо. Тут драконы ворвались. Ну, ворвались на них. Продолжение следует... Капец, мне лучше короля этих... Кавалерию-то расстреливают. Твой дуртку... Нет, 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 нет... Все, капец, это минус отряд, сразу, сходу... Там идет стража пути, давайте туда... Тут копейщики, блин... Ах... Трагонез, прохватит! Трагонез... Продолжение следует... Чего тут перлись в этих копейщиков-то? Сла не хватает. Чего меня везде перехватывают? Я и никого не успеваю толком перехватить. Полотряда? Серьезно? В ближнем бою? С лучниками? Да вы чё? Уроды тупые. А нет, тут одни уроды тупые. Вы нормально. Пехота, бейте их. Субтитры сделал DimaTorzok. просто вырезают кавалерию этих лесах а ну-ка помочь пехоте а 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 ну ладно какие-то потери мы им наносим это все на что мы способны я так понимаю скиллов никаких нету добивайте этих грёбаных драконов щодим мы сейчас ни одного дракона не убьем еще хотите сказать может быть ну просто расстрел всего этими грёбанными стражами пути читерными без без вариантов вариант один драконов вот этих поубивать но они убегают на последнем хп все и и и и и и а это мы героя запинаем сейчас надо ли нам его запинать этот лорд и выстроен чаще делать там копейщики тут копейщики везде копейщики господи давайте лорд не будет там сидерями саламак стражи пути тут какие-то поделись там пегасы гонятся догнали красавцы того еще догнать бы лорд лорд дохнет орион там еще шляется по лесам эти лорд убит отряды уничтожены борзели что ли пилигримы не сдаются а 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 Ну все, одни пегасы остались И те убежали Ну мы им повыбивали хоть половину лучников И драконов Ну вот один убежал, я вижу Герой выжил, кто бы сомневался 8 человек Это нераспущенный отряд Нормально, да? Вот этот распущен 1, 2, 5 человек Это нераспущенный отряд 2 2 отряда лучников 1 отряд копейщиков Это все, что мы смогли А нет, кто еще? 3 дракона из 4 все-таки Да Там кто-то еще выжил? Да ладно Что-то на Альберик они не напали Налет на Каркасон Да черт бы с ним Запинали последних хаоситов Из предыдущей волны Судя по всему У меня тут пегасы, собственно, и остались И один отряд пилигримов Как так? Денег только нет Ладно Они вон за ход восстанавливаются тут Следующей серии мы продолжим Сегодня мы уже пора бежать на работу Бесят 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 эти ушастые Хоть набирать 3 армии Блин, не знаю, на какие шиши Можно попробовать нанять целый стэк пехоты Со щитами Вполне себе может быть вариант, кстати Ну мы о этом позже подумаем Спасибо, что смотрели Блин, напряженно, напряженно Империя тем временем Не слабыми Ну хотя как не слабыми Не сильными А где Карл Франкс Он вообще один Ему никто не нужен Империя отбивается от хаоса Впервые пока что На моей памяти Она лично это делает Гном куда-то поперлись Вот мне они помогать не идут А тут куда-то поперлись Ладно Спасибо, что посмотрели Жду вас в следующих сериях Сложно Сложно Но тем интереснее Всем удачи Всем пока